Зеленский отжал у Ющенко дачу. Президент пользуется государственной дачей на территории резиденции Конча-Заспа, государственного управления делами возле Киева, а именно домом номер 29, известным как дача Ющенко. В расследовании говорится, что ремонт дома номер 29 начался в конце 2019 года. Почти 200 тысяч гривен из государственного бюджета было потрачено на услуги по аварийно-восстановительным работам по текущему ремонту дома. Еще 110 тысяч гривен ушло на ремонт системы пожарной сигнализации. Об этом свидетельствуют данные с сайта публичных закупок Прозоро. О том, что дачу готовят под Зеленского, журналистам еще в марте подтвердили два источника. Один в управлении государственной охраны, второе с доступом к самой резиденции. В июле Владимир Зеленский действительно начал пользоваться государственной дачей, говорится в расследовании. 6 июля съемочная группа зафиксировала, как кортеж президента вечером после завершения рабочего дня направился в сторону Конча-Заспы и заехал на режимную территорию государственных дач и уехал оттуда только утром. На следующий день он также ночевал здесь. Также журналистам удалось зафиксировать, как в эти дни утром с территории государственных дач выезжал автомобиль жены президента Елены Зеленской. На территорию государственных дач можно попасть только жителям или гостям по приглашению. Журналисты попросили свой источник, человека, который имеет допуск на территорию, проехать мимо дома номер 29. Он имеет особый статус – президентской государственной дачи, где после Ющенко последние пять лет никто постоянно не жил, и который отремонтировали за госсредства накануне. На видео, снятом с телефона, можно увидеть, что территория хорошо освещена, в доме на территории в окнах горит свет, а у забора дежурят охранники. Говорится в материале. Как устроена эта государственная резиденция, украинцы увидели после революции достоинства в 2014 году, когда её после 10 лет в пользование оставил Виктор Ющенко. Тогда его даже планировали продать. Вот только в течение пяти лет резиденцию, похоже, так никто и не купил. А теперь этой привилегией за госсредства решил воспользоваться Владимир Зеленский, хотя до избрания во власть он осуждал политиков за это. Пусть в этих резиденциях живут детки какие-то, ну какие-то лагеря, какие-то люди, которым это действительно нужно. Эти резиденции, я не вижу в них вообще никакого смысла. Когда мы ездим по Европе, мы видим старые резиденции королей. Это сегодня? Это всё для экскурсий. Так на тот момент кандидат в президенты Зеленский отвечал на вопросы журналистов, будет ли он пользоваться государственными резиденциями в случае победы на выборах. В офисе президента подтвердили переезд Владимира Зеленского на госдача. Президент Украины с семьёй временно будет проживать в государственной резиденции Конча-Заспа, отмечается в сообщении.